Приветствую друзья, решил записать видео по поводу спирали, как правильно подобрать спирали под датамайзер, какой принцип их работы, чем они между собой отличаются, но будет множка стола, честно говоря, потому что тема такая больная для многих, я могу сказать, для многих вейперов, ну и обязательно мы в профите это все дело резюмируем, а вы не забывайте подписываться, ставить колокольчик, писать комментарии и ставить лайки, поехали! Начнем с самого начала с микрокойлов, микрокойл это просто жила, она может быть различного сечения, может быть 0,5, 0,4, 0,3 мм, они могут быть из различных материалов, из нихрома, из кантала, из нержавейки, может быть из титана и никеля, но об этом, два этих материала практически никто не использует, поэтому о них я разговаривать не особо не буду. Такие спирали используют там, где необходима небольшая мощность и, собственно, небольшой обдув, то есть если вы используете МТЛ бачки у вас или собираетесь купить МТЛ бачок и вы любите очень такую тугую тягу, где не будет поступать большое количество воздуха на спираль, то вот это будет оптимал. В профите я поговорю больше о вкусовых каких-то моментах, но вот это будет на данном этапе оптимал. Если же вы используете более свободную тягу, то есть в этой системе есть возможность изменить воздух или там отверстие позволяет для того, чтобы получить больше обдув, можно вполне использовать вот такой вариант Клэптон или Фьюзит Клэптон. С Фьюзит Клэптона, где у нас используются две жилы, а не одна, это Клэптон. Здесь у нас есть одна жила и поверх нее намотана еще проволочка. Для чего это необходимо? Для того, чтобы у вас были небольшие фракции, небольшие резервуарчики между витками, где у вас будет происходить закипание жидкости, а из-за того, что у вас будет разная температура, собственно, это все немножко будет по-разному отдаваться во вкусе и так далее. Ну, будем говорить, что площадь кипячения будет выше. Фьюзит Клэптон, я опять-таки повторю, может также использоваться или двойной, или тройной, это там где две или три жилы, может быть сечение меньше, но также может использоваться в МТЛ-ных баках, если вы любите более свободную тягу и вам позволяет все это в конструктиве, в системе работать. Подбирать под спираль необходимо как? Ну, то есть по ширине. То есть у вас крепление всегда покажет вам, сколько вам необходимо дать, ну, скажем, койла на данный формат. Ну, вот как видите, здесь столько, здесь столько, тут пошире получается. Также по обдуву. То есть у нас расстояние между отверстиями в обдуве чуть меньше, я не знаю, видно, видно, да? Здесь у нас расстояние чуть-чуть больше, и поэтому ширина, возможность установки больше. Продолжим с баков. Перейдем, точнее, к бакам со средним каким-то обдувом или каким-то навальным обдувом. Собственной особой важности это не имеет. Есть также, как я говорил про МТЛ-ники, есть Клэптон, но уже плоский. Здесь его, может быть, даже оптимально использовать. Что значит плоский Клэптон? То есть у вас вместо круглой жилы внутри, у вас идет плоская. Собственно, и площадь у вас увеличивается резервуаров, мелких вот этих фракций, куда попадает жидкость для того, чтобы это все дело кипятилось. Может быть двойной. Это там, где у вас две жилы внутренних используются, и поверх у вас намотан так же самое. Жила с меньшим диаметром. Они могут быть различные внутренние, да? И также наружные могут быть различные. 0.1, 0.12, 0.15. Все зависит от материалов так же. Может использоваться в Кантал, Нержавейка. Может быть какие-то комбинации, да? Там, допустим, Кантал с Нехромом, или Нехром с Канталом. Либо Нержавейка с Канталом. Неважно. Собственно, это все комбинации, которые уже придумают авторы, которые производят спирали. И либо тройной фьюзик, да? То есть, в данном формате похожие все спирали, но у них отличие идет лишь во фракциях. То есть, в любом случае, вот в тройной системе у вас фракции более мелкие, их становится больше. Чем больше фракций, тем, соответственно, больше жидкости попадает во внутрь самого койла. Перейдем к такому среднему формату, который тоже, в принципе, может устанавливаться в баке. Это Alien. Alien, ну, тут дело не в названии, а просто именно в системе намотки. То есть, это такой же тройной фьюз, как я показывал перед этим. Но здесь у нас проволочка имеет такую волнистую систему прокатки. И когда ее накручивают, то есть, у вас получаются вот такие фракции, которые попадают в жидкость. И вы четко видите, что между этими ячейками есть какое-то расстояние. То есть, размер этих ячейок становится еще больше. Соответственно, чуть мощности необходимо добавлять. И так далее. Ну, могут быть еще формат с подобными фракциями. Вот такие вот спирали. Ну, смысл остается прежним. То есть, вам необходимо учитывать размер установки и мощности системы обдува, которую вы ставите койлы. Это все должно быть сбалансировано между собой. Ну, возьмем этот бак, называется Manta. Ну, любой, в принципе, бак такого формата, современный, имеет какую-то систему обдува. То есть, на что обратить внимание? То, что ваша спираль должна быть приблизительно равна обдуву. Она не должна выходить влево, вправо. Она не должна быть слишком огромная для того, чтобы воздух должен попадать на спираль и проходить с двух сторон ее. Тогда это будет эффективно. Дальше надо всегда учитывать систему укладки ваты. То есть, если вы начнете мотать такую колбасу, то вы уже тогда вату нормально не положите. У вас будут проблемы с подачей жидкости в саму, вовнутрь спирали. Поэтому эти все моменты необходимо учитывать. Производитель всегда показывает ширину спирали, которая будет оптимальна для этого обдува с системой своих зажимов. Есть зажим, есть обдув, есть резервуар. То есть, все должно быть как бы посередине сбалансировано. Так как спираль должна быть установлена приблизительно посередине. От всех равноудалена, от всех частей. Будем говорить так. Вот это, это обязательная вещь, на которую необходимо потратить время и понять ее. Потому что не всегда оценка правильная. Не думайте, что если вы поставите вот такую вот спираль, или такую спираль, вы получите больше вкуса. Вы можете вообще ничего не получить. Потому что мощности будет не хватать. А добавите 120-130 ватт мощности для этого койла, то у вас все начнут кипеть и плеваться. Ну, то есть, вы не найдете эту середину, этот баланс с такими спиралями. Поэтому для баков с закрытой системой, с резервуаром снаружи, вот оптимал будет как раз данный формат. Там, ну, максимально, это Alien, там, Staggart или батарейные фюзы. Ну, что-то в этом роде. Что-то в этом роде, не знаю. Там, Step, ну, там, название. Дело не в названиях. Смотрите на сам, как устроено. Вот видите ячейки, да? Чем больше ячейки, тем вы должны понимать, куда этот, куда можно поставить данную спираль. Теперь сейчас поговорим о больших, так сказать, куда их можно поставить. Ну, большие спирали можно поставить в дрипке. Может быть, даже не в эту дрипку, в какую-либо, в другую. А что, почему именно в дрипке? Потому что фракции в таких спиралях огромные. То есть, резервуары, ячейки большие. Они рассчитаны под навал. Соответственно, у вас под такие спирали и испарительная камера должна быть большая. Понимаете? То есть, когда вы устанавливаете, вы должны понимать, что вот такой формат, да. Видите, зажимы у вас стоят широко. То есть, вам есть куда засунуть данный койл. Можно даже виток еще накидать. То есть, здесь все для этого предназначено. И система зажимов, и система обдува. Поэтому, учитывайте эти все моменты обязательно. Что вам дают эти фракции? То есть, фракции, чем больше, тем они, ну, собственно, жидкости попадают больше. Вам необходимо больше мощности для того, чтобы быстрее ее закипятить. Если вы будете использовать маленькую мощность, у вас такие спирали всегда будут плеваться. То есть, вы будете ловить капли в рот, горячие и так далее. Поэтому, вот такого формата. Они энергии потребляют много, поэтому не скупитесь на нее. Если уже поставили, то давайте жару. Соответственно, если они много потребляют, они нагреваются чуть дольше. Если они нагреваются чуть дольше, значит остывают. Железа становится больше. Поэтому, испарительная камера данных устройств, куда вы ее устанавливаете, тоже должна быть большая. Нельзя такую спираль ставить в какую-то небольшую испарительную камеру. Даже если у вас там, ну, вот вы посчитали, что да, если я там поставлю три витка, будет хорошо. Но это неправильно. Да, вы можете отмотать здесь четыре витка, сделать три витка. Да, можете. Но эти три витка, они имеют большую внутреннюю составляющую. Да, большие ячейки, там, где будет жидкость. Соответственно, вам надо, опять-таки, нагнетать температуру. Все время нагнетать. А система обдува, она не будет гасить эту температуру. То есть, она просто не будет справляться. Поэтому, чтобы это все дело справлялось, вам необходимо учитывать этот баланс между вот этими вот двумя вещами. Ну, в принципе, я на столе все рассказал. Еще чуть поговорим о вкусе и о вкусопередаче от разных койлов. Чуть позже уже наверху. Поехали. Поговорим о спиралях. Все, что я не сказал на столе. Сейчас будем говорить о метафизике и вообще почему причина, так сказать, причина, почему я записал это видео. Я читаю комментарии, слушаю клиентов и так далее. И заметил такой тенденции, что многие вообще не понимают, что от чего зависит. Ну, то есть, я объясняю это, ну и решил снять видео, так сказать, в массы, да, чтобы всем это все объяснить. Есть всегда диапазон. Вы должны всегда исходить из этого диапазона. То есть, не бывает никакого устройства, которое рассчитано под одну спираль. Бывает устройство рассчитано под какие-то спирали, будем так, от и до. Это касается МТЛ-ников, в первую очередь. Потому что я очень много там читаю каких-то комментариев или слышу что-то, что говорят, вот там в МТЛ надо ставить микрокойл. Потому что, блин, вот это МТЛ. Но в МТЛ есть диапазон. То есть, будем говорить, от очень тугой затяжки до достаточно свободной затяжки, ближе к средней. И зачем в этом диапазоне ставить, вот в боковой части, ближе к средней, зачем там ставить микрокойл? Ну, объясните. Микрокойл очень хорош, когда у вас моновкус. Там, яблоко, не знаю, что-нибудь еще такое. Вот, когда у вас одна нота во вкусе, он будет вам отдавать. Вот он будет вам давать резко, четко, ясно этот вкус. То есть, если у вас, вы ставите, может, поставите какой-нибудь там фьюзик, он может немного его размазывать. Но он его даже не размазывает, вкус остается столько же. Могут появиться какие-то другие грани, которые микрокойл отдать не может. Вот и вся система. То есть, ничего более того. Если у вас уже диапазон шире, обдува больше, то микрокойл, наоборот, начинает отдавать меньше. А уже микрофьюзы уже дают вам больше. Потому что там есть фракции. Туда вовнутрь заходит жидкость, жидкость эта испаряется. Испаряется с разной температурой, соответственно, при разной температуре разная дается вкус. И вы получаете радость жизни более большую, чем с МТЛ, под очень тугую затяжку. Опять-таки, повторяю, разная затяжка, разный поток воздуха дает разный результат и разные необходимые койлы. Перейдя к бакам, могу сказать то же самое. То есть, ну, баки имеют определенное, там, достаточно, ну, будем говорить о современных баках, не баках, там, трех-четырехлетней давности. В современных баках достаточно с большим навалом, с хорошей вкусопередачей. Их много, поэтому там где-то, значит, там больше навала, где-то больше вкуса, где-то и того, и того хватает. Это на самом деле все не важно. У вас также остается диапазон. Где-то можно поставить дрипочную, а где-то дрипочную не нужно ставить. Поэтому все также надо рассчитывать согласно купленным билетам. Какая у вас тяга? То есть, смотрите диапазон тяги. Если у вас тяга от средней чуть-чуть выше, то не надо туда никакие колбасы мотать. Вообще это ничего не даст. Вы просто будете все это перегревать, это все будет гореть, и вам никакого комфорта это не принесет. Не думайте, что размер спирали вам будет отдавать больше вкуса. То есть, чем длиннее спираль, чем больше витков, тем больше будет вкуса. Это не так. Вкус не отдается витками, вкус отдается общей системой, обдувом, воздухом отдается. То, что испаряется, с какой скоростью, с какой скоростью нагревается сама спираль. Вот это все вместе вам будет отдавать результат. Даже как жидкость заходит в сама спираль. Если у вас такая колбаса, как вы думаете, много ли жидкости дойдет до центра? Очень мало. Поэтому вся жидкость будет сгорать именно, ну скажем, испаряться по бокам. Поэтому, опять-таки, в этом никакого смысла нет, в этих колбасах. Смотрите по обдуву. Теперь по дрипкам. По дрипкам однозначно тут вы уже решаете для себя сами. Какие-то есть намотки, какие-то есть спирали, которые будут отдавать более вкуснее, менее вкуснее. Для каких-то необходимо больше мощности. Какие-то рассчитаны на навал, какие-то вообще рассчитаны на инстаграм. И вообще ничего отдавать не будут, кроме пара. Но это уже дело ваше. Здесь вы можете тестировать, пробовать и так далее. Но, опять-таки, согласно обдуву. Есть дрипки, которые рассчитаны под фьюзы. Есть дрипки, которые поддалены. Есть дрипки под какой-то порно рассчитаны. Поэтому все это необходимо учитывать. Согласно обдува. Согласно конструкции. Согласно, на чем вы это все используете. Согласно высоты. Расположение спирали. То есть, нижний, боковой, верхний обдув. Это все тоже необходимо учитывать. Экспериментируйте. Не считайте, что вот если вы что-то сделали, и это было невкусно, значит, следующее. Это устройство виновата в этом. Нет. Вы должны обязательно подобрать все, что только можно именно под это устройство. И только тогда делать выводы. Вы попробовали, да, сказали. Вот это мне не нравится, это мне не подходит. Ни по тяге, ни по вкусу, ни по чему остальному. Ни по дриптипу, все, оно мне не нравится. Но если вы делаете вывод, что-то сделав не так, то это вообще неправильный подход к этому делу. Будем говорить так. Поэтому в этом видео я как раз и хотел это объяснить. Что каждая спираль по-своему хороша. Но она будет только хорошо играть в том устройстве, в которое вы поставите. Проведу аналогию с автомобилем. Представьте себе, что вы там купили, приехали на шивомонтаж. Ну, не важно. Говорите, поменяйте мне колеса. И вам там меняют колеса, не знаю, у вас стоят 17-е, там, или вам меняют какие-нибудь 22-е, блин, с низкопрофильной резиной, ширина в два раза больше. Что будет происходить? Вы будете тереть арки автомобиля в поворотах и так далее. Дай бог, чтобы не вообще там эти колеса влезли туда. Понимаете? И вы скажете, да нет, это машина говно. Да нет, просто как и колеса должны подходить к автомобилю, так и спирали должны подходить к устройству. Поэтому обязательно учитывайте эти факторы. Спасибо, что все это досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки до новых обзоров. Пока. Подписывайтесь на канал.